Всем привет! Меня зовут Максим, и это мои мысли на сегодня. Вот, наконец-то, я собрался, чтобы записать свое первое видео. К этому я шел порядка одного года. Данный канал я планировал как место, где я бы мог делиться своими знаниями в области компьютерных наук и технологий и мнением на интересующие меня темы. Но, к сожалению, за целый год я так и не смог собраться и записать ни одного видео. Сейчас настала новая итерация, когда я, возможно, нахожусь на стадии зарождения нового хобби, поэтому решил поделиться с вами, возможно, заинтересовать и также дать возможность принять участие в данном действии. Большинство молодых людей, как и я, смотрят блогеров-урбанистов, а один из них посетил мой район. Ссылка в описании. Путешествуя по городам Европы, я вижу, как хорошо сделано благоустройство. Возвращаясь в Санкт-Петербург, мне становится грустно от того, насколько мало зелени в городе. Как-то раз, показывая своим коллегам фотографии города, где я жил когда-то, я был удивлен, насколько он более зеленый. Но к чему это я? Каждый год я выхожу на улицу, чтобы закопать следы от машин около своего окна и посадить в газон. В целом я не безразличный человек в окружающей среде, а машины, припаркованные на газоне, приносят мне моральную и душевную боль. И вот я подумал проверить, насколько ли реально произвести озеленение окружающей среды. Перед собой я вижу следующие проблемы. Их как минимум три. Первое. Законодательное. Дело в том, что посадка и вырубка растений очень сильно регулируются законодательством. Я прочитал несколько норм и посмотрел набор статей о том, как правильно согласовать с администрацией города. И пришел в небольшой ужас. Дело в том, что торговый центр Европолис потратил порядка полутора лет, чтобы согласовать аллею до моего дома, имея большой набор юристов, которых у меня нет. Следующий момент. Это агротехнический. Дело в том, что я разработчик, а не агроном. Поэтому, высаживая растения, скорее всего я совершу много ошибок. Но я буду стараться руководствоваться статьями, смотреть видео на ютубе по поводу посадки и пытаться как-то преодолеть эту проблему. Ну и последнее. Это эстетический. Дело в том, что я дилетант в данном деле. Мои представления о красоте могут отличаться от того, какое представление есть у других людей. И скорее всего ожидания и реальность могут не совпасть на первой итерации. Но, как говорится, кто делает то, что всегда делает, имеет то, что у него уже есть. А я хочу получить чуточку большего. Поэтому я попробую. У меня было в планах обратиться на кафедру ландшафтного дизайна, найти студентов, готовых помочь. Но в силу того, что многие сорта семян нужно высаживать уже сейчас, и у меня нет полного представления о том, какие сложности могут возникнуть при реализации какого-то более-менее глобального проекта, решил отложить это дело на потом. Поэтому я предлагаю вам, если вы человек, имеющий чувство эстетики и красоты, у вас есть опыт ландшафтного дизайна, и вы хотите помочь, вы можете принять участие в данной инициативе. Всем спасибо. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу в Телеграме, она соответствует названию канала. Если вы хотите поддержать данную инициативу, можете оставить небольшое пожертвование. Возможно, и мы придем в ваш двор и сделаем лебедей из покрышек, и все в этом духе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!